Всем привет, с вами Мосс. Во-первых, ребят, спасибо за поддержку предыдущего видоса, как я понял, полезный контент вам заходит, но я уверен, что вы можете еще лучше, поэтому прямо сейчас сломайте эту чертову кнопку лайка, подпишитесь на канал, подпишитесь на инсту, а я в свою очередь продолжу радовать вас годнотой. Сегодня в видео мы разберем всех доступных для сборки кумиров и попробуем понять, кто из них стоит потраченного золотишка, а кого вообще нет смысла собирать. Ну а за самыми интересными матчами Лиги Чемпионов, а также топовых чемпионатов куда прикольнее наблюдать в компании наших друзей из OneX, поэтому чекай закрепленный комментарий, пользуйся моим промокодом, получай бонус, а теперь приятного просмотра. Времени дают на раздумья еще больше двух недель, но мы сделаем так, что тягостные думы сократятся до 10 минут, думаю, длиннее в итоге ролик не получится. Когда выкатили первое трио бесплатных кумиров, сразу вспомнилась старая годная СБЧ, где за очень вменяемый прайс давали не менее вменяемого 90-го Руи Кошту. Может и сейчас найдется брюлик, который мы не успели разглядеть в суете Черной Пятницы, давайте проверим каждого из шести кандидатов в боевых условиях. Для этого крафтим легенд в аренду и запихиваем в такой же кредитный состав, владелец которого сразу хочется пристрелить, увидев в товарках. Что ж, придется нажить себе пару врагов, отправляемся в классические товарные матчи и смотрим, чего стоят наши элитные деды. Исходы матчей, в общем-то, были ожидаемыми, не каждому хотелось все 90 минут страдать против такого сборища легенд. Мы же собрали прилично компромата на каждого из главных героев ролика, но чтобы добавить тесту хардкора, идем во второй дивизион Райвелса. Вот тут соперники уже были явно бодрее. Первую катку без рейджквита наши хлопцы вымучили со счетом 2-0. Насторожило, что обе банки засадил Мане, ни разу не арендованный и пока определенно не кумир. Рама с занетей без телесыгранности тоже походили на пару бревнышек и стоило попасться на соперника, который это заметил и начал эксплуатировать наши дырки, как получилось вот это. На самом деле все было не так жестко, соп конечно красава с прямыми руками, но я тупо тельтанул после второго гола. Собрался только к середине второго тайма, отгрузил трюндель и болтаков. В общем, против метовых игроков катать пускай легендарным, но не сбалансированным составом без телесыгранности такое себе. Что ж, давайте теперь пройдемся по каждому из СБЧ-шных кумиров и вынесем строгий, но справедливый вердикт. Друзья, самый верный способ прожиться золотишком на крутой состав, это обратиться к партнерам моего канала Ване Мухину. Сделайте все качественно, оперативно, работаем не первый год, ну и разумеется по выгодному курсу. Ссылка в описании ролика. Первым пускай будет Вандер Сар. К этому дяде вопросов нет. В раме не косячил, на угловых выходил и забирал мячи уверенно, а сильные кибер-катлетного мира и вовсе полагают, что голландец едва ли не лучший кипер в игре. Вполне возможно. Но сборка смотрится то еще авантюрой. Она стоит сейчас около 360 тысяч монет. Во-первых, для вратаря, а пускай и топового, это дороговато. А во-вторых, эта же карточка в продаваемом варианте стоит на трансферном рынке даже дешевле, а именно 340 тысяч монет. Так что здесь 100% лучше купить продаваемого Вандер Сыра и не знать бед. Следующий персонаж Занетти. Год назад, как помню, это была карточка едва ли не до конца игры. В этом легенда Интера тоже неплох, но есть сомнения. Все же скорость для крайних защитников важна как никогда, и легендарному ПЗ Интера ее немного не хватает. Он даже чуть медленнее того же Телеса. Сборка стоит в районе 530 тысяч монет, а на рынке вы заберете аргентинца на 50 тысяч дешевле. Но даже в этом случае сомневаюсь, что игра стоит свеч. Уж если прям кровь из носу нужен кумир на ПЗ, подкопите немножко и возьмите Бэйби Замброту. Идем дальше. Луиш Фиго. На первый взгляд очень симпатичные статы. Зеленый линк для Криро и в самом деле игрок неплохой. Чем-то похож на Бейла, которому четко подкрутили слабую ногу и накормили витаминами. Вот только с ценником совсем беда. Сборка стоит миллион 150 тысяч монет, а на рынке португальцы отдают почти на 100 тысяч дешевле. Паки, которые дают за сборку, явно не стоят перспективы антрейдабл миллионника в клубе. Сдается, что любой Тотти на ПФА выбьет актуальность из коллекционера свиных голов, так что определенно не рекомендую. Переходим ко второму трио СБЧшных кумиров и открывает его Хуан Себастьян Верон. Отличные передачи, жирные лонгшоты и радиоуправляемые штрафные. Больше сказать об аргентинце нечего. Он недостаточно цепок в разрушении и недостаточно подвижен и ловок в нападении. Тот же информпу, линия застольник и то смотрится бодрее. Но тут хоть сборка дешевле, чем брать на рынке, аж на 30 тысяч. Но не думаю, что это стоит расценивать как аргумент для его крафта. Больше двух сотен я бы за него не отдал. Вот Денис Беркамп, как минимум на бумаге, выглядит намного жирнее. Тут и по 4 звезды на финтах и слабый, и ключевые параметры в завершении приятные. С охотником Галлантиц сгодится и на ФРВ, и на ЦАПе. Из минусов, чисто по моим ощущениям, некоторая громоздкость в движениях. Может роль сыграли не лучшей ловкость с балансом, может отсутствие уникальной модельки и РУ-183. Но вертится Дениска неохотно, а преимуществ с его габаритов особо не поимеешь. Сила-74 не сдюжит в борьбе даже против Варана. Сборка стоит 740 тысяч, а на рынке отдают даже дешевле. К сожалению, и здесь соотношение цена-качество заметно хромает, и лично себе собирать его бы я точно не стал. Не забудь про мой промокод в закрепленном комменте, по нему ты получишь крутейший бонус. У нас остался последний перспективный лучадор, и зовут его Луиз Эрнандес. Вот он оставил у меня массу впечатлений, и да простят меня мексиканские зрители, преимущественно негативных. Бэйби Луиз быстрый, ловкий, с четверкой на финтах. Вроде все по мете, но то ли из-за трешки на слабой ноге, то ли из-за нелетной погоды, реализация, казалось бы, стопудовых моментов то и дело подкачивала. С передачами у форварда тоже все кисло, и такое ощущение, что тот же цветной Тейшейер на деле оказывается на голову сильнее. Сборок стоит 470 тысяч монет, на рынке его продают почти за такой же ценник, думаю, выводы очевидны. В итоге все шесть кумиров, которых нам предлагают в СБЧ, оказываются крайне невыгодным вложением. Во-первых, чисто по игре среди нет ярко выраженных топчиков, которые были бы актуальными после выхода команды года. Во-вторых, сборки в половине случаев обойдутся дороже, чем покупка того же игрока на трансферном рынке, что вообще само по себе абсурдно. Так что, если хочется поиграть за кого-то из этой шестерки, определенно берите продаваемый вариант, который потом сможете худо-бедно сплавить. Что до СБЧ хорош попыткой ей, но нас таким не разведешь. Несмотря на то, что интересных сборок кумиров, как мы выяснили на сегодняшний день, нет, вполне вероятно, что в будущем появятся более выгодные варианты. Ну и к тому же, если будут задания, где нужно выбивать игроков через товарные матчи, то попробуйте собрать себе несколько легенд именно в арендованном формате, вот как были у меня в клубе. Это выйдет дешево, но это даст вам конкретно такой профит вот именно в товарных матчах. Если понравился видос, не забудьте влепить лайк. Подпишитесь на инсту, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, какой ролик вы бы хотели увидеть в ближайшее время. Буду очень благодарен за вашу поддержку, канал в ней сейчас нуждается. Ну и не забудьте про ссылки в описании и ссылку в закрепленном комментарии. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся.